Это непростое время для занятий, чтобы собраться, приготовить материал. Но, тем не менее, мы все-таки постараемся с вами и посвятим наше занятие памяти павших и погибших, среди которых есть много русскоговорящих, людей совершенно самоотверженных, преданных Израилю, которые отдали за него жизни и в рядах армии, и погибли в террористических актах. И среди них очень много людей творческих, которые могли бы принести очень много пользы духовной Израилю, и, к сожалению, они ушли из жизни. И тут нужно представлять, что, как правило, остаются семьи, или у большого числа из них остаются семьи, продолжают расти дети, они продолжают путь отцов, путь родителей. И ты из года в год смотришь на подрастающее поколение, которое растет в таких непростых условиях, в семье, где постоянно хранится память, в семье, где постоянно присутствует травма. Они вырастают мужественными, преданными людьми. Многие из них, большинство из них служат в армии Израиля. То, что я хочу сказать в скобках, одна из болезненных проблем религиозного мира – это служба в армии. В основном, хранитивные круги не служат в армии. Должен сказать, что на это нет никаких галактических оснований. Можно говорить, смотреть с той стороны или с этой стороны. Можно говорить, что раввины против, и действительно, раввины далеко не поощряют службу в армии. Мы знаем прецеденты, когда в религиозных общинах редимных отталкивают людей, которые, и те единицы из них, которые из Ишивы идут служить в армии. Я никого не хочу осуждать в такой день. Но хочется сказать то, что важно для нас, что нет для этого никаких галактических оснований. Ситуация здесь очень простая, если говорить из общих соображений, то обязанность защищать жизни евреев, я не говорю даже о завоевании заповедей, завоевании земли Израиля, обязанность защищать жизни евреев, она простая, и как бы не требует никакого доказательства, и не требует никаких доказательств специальных, и споры, хотя можно и привести целый ряд заказательств. Мы с вами постараемся это сделать сейчас. Но сама по себе она как бы обязанность естественная, и понятно, что когда ты защищаешь другого, то ты должен делать это самым эффективным образом, и нет другого эффективного образа для Израиля, кроме как служба в армии. Все остальное, как бы ношение оружия, допустим, жизнь в поселениях, она не столь эффективная защита большого числа людей. Мне довелось как бы учить Торе ни одного и ни двух людей, которые потом служили в армии Израиля, служили в элитных частях, где у людей, в общем-то, довольно большой риск. И, скажем, мои дети не являются исключением. Ряд из них служил в самых элитных частях ударных, которые постоянно ведут, постоянно, каждый день ведут войну с терроризмом и с окружающими нас врагами. И у молодых людей не всегда четко, у религиозных молодых людей не всегда, я говорю о другом круге сейчас, я думаю, что многим это понятно, я говорю о круге национально-религиозного лагеря, так сказать. И у ребят не всегда четко развито понятие, где, скажем, приоритеты ценностей им кажется, что они оставляют изучение Торы, и что это наносит ущерб их духовному уровню. Я всегда им говорил простую вещь, что представьте себе, что вы, может быть, и пропускаете изучение Торы, откладываете его на год или на два, иногда и на больше, но вы представьте себе, когда вы где-нибудь в джипе, где-нибудь на корабле, а когда вы выходите на серьезные операции, вы представьте себе простую вещь, что только благодаря вам огромное число людей, тысячи, десятки тысяч людей могут изучать Тору, могут сидеть в ешивах, могут соблюдать спокойную субботу, делать кедуш, и когда в ешивах звучат слова Торы, когда в субботу в семьях произносится кедуш, в этом ваша огромная и огромная заслуга. Если так можно сказать основополагающая заслуга, без вас бы это все было, без вас бы все это было невозможно. Нужно сказать, как бы со своей стороны, как бы, да, говорить что-то человеку, который служит в армии или который готовится в армии, это большая ответственность от того, как ты его настраиваешь, молодого человека, идеалиста, очень много зависит. И я всегда, как бы, с одраганием произношу слова, когда я знаю, что передо мной ребята, которые служат в армии или которые готовятся к службе в армии. И я также и воспринимаю, естественно, и себя, что благодаря им и благодаря многим-многим людям, а может быть и многим людям на протяжении многих поколений, которые самоотверженно боролись и за Тору, и за традицию, и за землю Израиля, и отдавали свою жизнь, только благодаря им я нахожусь в земле Израиля, живу в месте, откуда я могу каждый день посмотреть на храмовую гору и постоянно помню о всех тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили на своей земле. Можно еще, конечно, долго говорить и долго рассказывать. Это как бы кусок жизни большой службы в армии, борьба с терроризмом, жизнь на поселениях, те люди и товарищи, которые, к великому сожалению, погибли в террористических актах. Но как бы можно здесь остановиться и попробовать перейти к нашим темам. С другой стороны, если кто-то что-то хочет добавить, сказать, то, пожалуйста, как бы это самый момент, прежде чем мы займемся изучением Торы и также надеюсь в память обо всех павших и для славы всего народа. Вот если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста. Окей. Если нету добавлений, то я постараюсь с вами вместе перейти к теме занятий. Я запланировал с вами две темы. Одну, то, что вы просили, это перкеявод по учению отцов. И второе, я с вами хотел бы обсудить лекцию Раф Шерке, лекцию такую основополагающую, которую он прочитал, наверное, пять лет назад. Но поскольку ее выставляют до сих пор, я так понимаю, что она является его таким основным кредо, основополагающим моментом в том, что он хочет сказать и евреям, и обращаясь к всем тем, кто интересуется, тем всем, кто интересуется эндоизмом. Постараемся обсудить эту лекцию. Давайте, наверное, начнем с перкеявод по учению отцов. Мне так будет немножко легче. И хотел бы сказать, что, конечно, просто повторять с вами перкеявод по учению отцов, то, что написано, расписано, и существует миллион лекций, не имеет никакого смысла. То, что я пытаюсь с вами сделать, я бы назвал это перкеявод по учению отцов. Понятно, что на вещи можно посмотреть по-разному, но мне кажется, что я бы так сказал, что все-таки единственный правильный взгляд на вещи, то, что он может нас куда-то продвинуть, и то, что может нам дать настоящие основы, это взгляд в таком, в историческом плане, в плане понимания эпох, проблем народа. Иногда, когда упускается этот пласт, то мы просто приходим к совершенно неверному, абсурдному или пустому пониманию текста. Давайте с вами заглянем в текст, продолжим с вами текст. Вот мы сейчас попросим Натана открыть нам доступ к демонстрации экрана. Если нет, если Натан нас не слышит. Есть, есть, есть. Да, спасибо. Спасибо большое. Значит, никакие дополнительные действия не нужны. Мы тогда открываем с вами текст Бергеявод. Вот это давайте сразу мы уберем здесь несколько моментов, чтобы они нас не отвлекали, не мешали. Да, и я напомню вам выводы первого нашего занятия, что перкей авод, поучение отцов, они направлены на то, чтобы описать проблемы всего народа и как бы наметить путь его движения к будущему освобождению. В этом плане это и есть главы освобождения. Мы с вами говорили о Шимоне Праведнике. Мы постарались с вами представить себе, что Шимон Праведник это время прихода Александра Македонского в Иудею, 330-й год где-то до этой эры и, может быть, несколько раньше, по крайней мере, по нашей традиции. И, скажем, здесь можно говорить о многих исторических моментах, но мы возьмем с вами только духовный пласт. Говорят, что Шимон Ацадик кончается период пророчества, что в это время, когда приходит Александр Македонский и ступает на землю Израиля, умирают последние пророки Эзра и Нехемия. Они умирают 9-го числа от Ивета, и мы вспоминаем это в нашем календаре, когда у нас есть пост 10-го от Ивета, то мы вспоминаем это и это событие, смерть последних пророков. Вместе с ними уходит пророчество. Пророчество ушло, как говорится, в трактате Йома на 9-м листе А, что пророчество не вернулось во втором храме, было 40 лет, а потом ушло, потому что сыновья Израиля не поднялись стеной и не вернулись в землю Израиля, поэтому и божественное присутствие во втором храме не было сильным, а пророчество вообще не вернулось. И я подчеркиваю, что говорится, скажем, по крайней мере, Реша Акиш говорит на этом листе о подъеме стеной, подняться всем и прийти в землю Израиля. это было необходимо для начала новой эпохи, великой эпохи возрождения. Естественно, сыновья Израиля потом тянулись из Вавилона или уже из Персии, тянулись в Израиль, приходили в Израиль и на протяжении эпох, на протяжении столетий, но Реша Акиш говорит о том, чтобы подняться стеной. По всей видимости, поскольку мы должны учить из прошлых эпох, из наших праотцов, я думаю, что и сегодня речь идет о том, что для того, чтобы возродить духовный уровень Израиля, начать по-настоящему новую эпоху, нужно подняться всем стеной. То есть, как бы встать разом, одновременно, по крайней мере, за короткий строк, встать и подняться в Израиль. Представляется такая параллель с тем временем. Когда ушло пророчество, еще как бы божественное присутствие ощущалось в Израиле после смерти Шимона праведника изменилось несколько моментов. В частности, Минора перестала гореть постоянно, как она должна была гореть, по крайней мере, две из ее лампад. Они горели не только ночью, они горели целый день. Вот после Шимона праведника это явление пропало, и это указывало на то, что божественное присутствие отходит от сыновей отходит от сыновей Израиля. Причина была распространение эллинизма, идей эллинизма, с которыми было очень трудно бороться, учитывая, что население, которое пришло из Бавеля в свое время, оно было не очень-то грамотным, как мы с вами говорили. Представив себе эти моменты, мы можем перейти с вами к Антигнус и Иссохо. Антигнус и Сохо, здесь переведено Антигон по-русски очень хорошо, из города Сохо, недалеко от Иерушалайма, на иврите Антигнус и Сохо, мы здесь с вами ощущаем, что у нас нету уже влияния Торы, мудрецов Торы, у нас есть человек, авторитет, крупный, у которого много учеников, у которого есть влияние, но он называется человеком из Сохо. Тора, мудрецы Торы отступают на задний план. Первосвещенники после Шимона праведника они не отличаются, мягко говоря, большой праведностью. И время Антигнуса и Сохо это время распространения, время распространения эллинизма. Мы можем представить себе, что в его время как раз происходит перевод Торы на греческий язык, известный септуагинта, перевод семидесяти толковников, когда собираются, когда Птолемей Второй собирает семьдесят, собирает семьдесят мудрецов в Александрии и поручает им перевести Тору, причем каждого помещают в отдельное помещение, но в результате происходит чудо и они переводят Тору одинаково, даже допуская специальные как бы ошибки, чтобы не дать возможности этого поклонникам ошибочно представлять, будто Тора позволяет такое толкование, что есть несколько богов, есть несколько сил, есть несколько божественных проявлений, то есть навязать как бы свои представления, положить свои представления на текст Торы и текст Торы был несколько изменен и в этом плане вместо того, чтобы например, как рассказывается нам Гемара, вместо того, чтобы перевести Берешит, Барай, Берешит, Барай, Луким, вначале сотворил Всесильный, мудрецы сделали так на греческом, всесильный, вначале сотворил, чтобы ни у кого не возникло предположений, которые были основаны потом на тексте, что до Бога есть какое-то начало, как полагали греки, философы, как полагал Аристотель, что материя она и материя она изначальна, и поэтому сказать, что если вначале сотворил Бог, то может создаться такое впечатление, что, если, конечно, есть желание такое, может создаться такое впечатление, что что-то предшествует Богу, вполне ложится на теорию Аристотеля, на представление о мире Аристотеля, что материя она извечна, и целый ряд Таких ошибок допустили мудрецы в этом переводе. Говорят, что на три дня, когда был готов перевод, на три дня темнота покрыла Иерусалим. Несмотря на то, что было сделано чудо Всевышним, что все семь из переводов совпадали друг с другом, тем не менее, произошел такой угрожающий знак, темнота накрыла Иерусалим. Почему это важно? Слово Бога из Иерусалима. Тора невозможно без постоянного учения, без постоянного комментария, который тянется и от горы Синай, и тянется от пророков Иерусалим как центр пророчества. Для того, чтобы показать, что этот отрыв недопустим. Именно Иерусалим накрыла тьма на три дня. Показать, что источник Торы, от которого нельзя ее оторвать, он закрылся. Это те события, которые происходят во времена Антигноса и Соха. И мы можем представить себе. Говорят, что он учился у Шимона Праведника, принял его Тору. И мы можем представить себе. Сейчас я остановлюсь и дам возможность вам спросить, чтобы не было постоянного потока слов с моей стороны. Сейчас немножко еще. Он говорит, не будьте как рабы, служащие Господину с условием получить плату, но будьте как слуги, не ждущие награду. И будет трепет перед Всевышним на вас. Почему Антигноса и Шсоха заговорил о любви, о бескорыстном служении? Он хотел что-то противопоставить основной тенденции эллинизма. В эллинизме, в высшем силам, богам, им не служат просто так. Нет там понятия любви. И сами боги, как бы, они и не предполагают, что их должны любить. Они убивают, они воруют, они обманывают, прелюбодействуют сами боги, отражают все дурные наклонности обожествленные человека. И там отсутствует понятие любви. Точно так же и в жизни древнего мира понятие любви, оно не очень-то присутствует между людьми. Не очень-то предполагается их жизнь, она такая же, как и их жизнь богов. Естественно, так и должно быть. И самое главное, понятие бескорыстного служения начинает исчезать. Тем более, что в древнем мире существует такое понятие, которое очень сильно воздействует на сыновей Израиля, что божествам имеет смысл служить, если они помогают. Если ты ему приносишь постоянные жертвы, и все, и он не помогает, да, ты выходишь на войну раз, другой, третий, ты ему приносишь жертвы или проигрываешь сражение, не надо ему служить. Это бесполезно, бесполезно приносить жертвы таким, приносить жертвы таким божествам. Сыновья Израиля, как мы с вами понимаем, если распространится такое представление в их среде, это катастрофа. Мы понимаем, что сыновья Израиля были изгнаны со своей земли. И если не понимать глубоко Тору и не относиться ко Всевышнему с любовью, то постоянно будет вопрос, а почему мы были изгнаны со своей земли? Он Всевышний не смог нас защитить. И точно так же и теперь сыновья Израиля находятся под властью одного народа, другого народа. Сейчас они находятся под властью Птолемеев, которые правят в Египте. Сколько скажем, что Птолемей II, при котором был осуществлен перевод Торы, где-то в 245 году до этой эры, Птолемей II, он был таким ученым, исследователем по следам Александра Македонского и Аристотеля, которые стремились к знаниям. Птолемейская модель Солнечной системы – это как раз Птолемей II. Он собирает в Александрии библиотеку, создает библиотеку, которую потом мусульмане сжигают. Это его, скажем, рук дело, плоды его рук дело. Вместе с тем он угоняет пленных из Иерушалайма, десятки тысяч, угоняет их в Египет. Это в скобках как бы. Вот теперь представим себе, сыновья Израиля находятся под чужой властью. Они, если пользоваться чужими представлениями, они ждут защиты от Всевышнего, он их не защищает. И это заставляет, такая психология заставляет сыновья Израиля обращаться к чужой культуре, потом к чужим богам, потом искать какие-то замены, перемены в Торе. Возникают секты, да, и Антигнес Ишсоха выделяет главную проблему, да, служить Всевышнему, не ожидая никакой награды, да, ни на личном уровне, ни на уровне народа, да. Мы служим Всевышнему, а там будь что, а там будь что будет, да, всегда ответственность наша. Если мы даже не понимаем, то есть какие-то недостатки, из-за которых мы не можем освободиться от чужой власти. Этот разговор о любви ко Всевышнему, он как бы пронизывает весь этот период, да, Антигнес Ишсоха, его время, может быть, несколько раньше, да, есть пророк Малахи, да, который, пророк Малахи, которого ассоциируют с Эзрой, то есть не обязательно считать его Эзрой, но, скажем, ассоциируют его с Эзрой. И если мы откроем с вами книгу Малахи, пророка, то она вся говорит о том, что сыновья Израиля не понимают, что такое служение Всевышнему. И Кагены не понимают. Они ищут какой-то выгоды, они ищут какого-то результата, да, и разговор о любви в книге Малахи начинается очень интересно, то есть люди уже не понимают, что такое любовь, что такое любовь ко Всевышнему, наверное, и в отношениях друг с другом у них тоже понятие любви, оно бескорыстности, оно несколько нивелировалось уже, да, и книга Малахи начинается, как вы помните, с того, что Всевышний обращается через пророка к сыновьям Израиля и говорит, возлюбил я вас, возлюбил я вас, дом Якова, а вы сказали, чем ты любишь нас, да, то есть и вот это потрясающий момент совершенно, да, как можно любить чем-то, да, но пророк намекает на то, что представление людей таково, что если уж ты нам любишь, ты нам должен обязательно что-то давать, нету отношения просто вне материи, вне материальных благ, ты нам должен что-то давать, покажи нас, чем ты любишь, посмотри, в каком мы положении находимся, тяжелым мы находимся под чужой властью, ну, чем ты, чем ты нас любишь, да, сказал я вам, дом Якова, возлюбил я вас, а вы сказали, чем ты нас любишь, да, вот, и потом в дальнейшем, как бы, Всевышний разговаривает со священниками, с коэнами и говорит им, да, а вы сделали мой хлеб отвратительным, а вы говорите, чем мы твой хлеб сделали отвратительным, да, посмотри, как бы, служение в храме ведется по всем правилам, да, и Всевышний говорит, чем отвратительным, тем, что вы говорите, что бесполезно служение Всевышнему, То есть у вас служение превратилось в ритуал. Вы просто боитесь остановить служение в храме и продолжаете его по традиции и с какой-то боязни, привычки. По многим другим причинам уже эта машина работает, но вы не верите в то, что служение в храме дает вам и связь со Всевышним, и благословение и вам, и вашим семьям, и вашим детям. Вы просто в это не верите. Вы потеряли эту способность служения Всевышнему по любви. И в конце Антигнеса Фсоха добавляет, что должен быть и трепет перед Всевышним. Любовь ко Всевышнему без трепета, она как бы не работает, но понятно, что он говорит о любви и подчеркивает прежде всего этот момент любви. Можно сказать, заметить в скобках, что несколько позже, может быть, в начале этой эры, начинается в, так сказать, человеческом обществе интенсивный разговор о любви, о понятии любви. Это и мы с вами помним и Гелеля, который сводит принцип «люби ближнего своего как самого себя» к принципу «не делай ближнему того, что ты не желаешь себе». Мы можем вспомнить и Филона Александрийского, который живет примерно в это же время, во время Гелеля Старшего, который говорит «делай своему ближнему, что значит любить ближнего, это значит ему делать то, что ты хочешь для себя». Можно не обсуждать эти все философские принципы, но можно представить себе, что понятие любви, оно не такое простое, оно требует обсуждения. И здесь Антигнос Ишсоха, он как бы поставил палец на пульс, и он увидел основную проблему поколения. Люди не понимают, что такое любовь, и особенно они не понимают, что это бескорыстная любовь, и особенно они не понимают, что такое любовь ко Всевышнему. Говорят, что у Антигноса Ишсоха было два ученика, Цадок и Байтос, которые не поняли его или не захотели понять его, и поняли его, захотели его понять по-своему. И они сказали, если учитель говорит о том, что нужно служить без награды, значит награды вообще нету. И отсюда они сделали такой вывод, что нет будущего мира. Ну, в этом мире мы видим, что далеко не всегда служащий Всевышнему получает награду. Но если Антигно Ишсоха говорит, что нужно вообще служить без ожидания награды, значит нету будущего мира. Из Цадока и Байтоса возникли Цадукеи и Вайтусии, две секты, которые имели впоследствии сильнейшее влияние в Израиле, особенно Цадок. И в конечном итоге, можно сказать, что привели к разрушению храма всех цадукеев, ее идеи, ее влияние. Они стали такой основной, скажем, идеологической причиной или причиной на уровне идеологии разрушения второго храма. Это Антигно Ишсоха и проблемы времени. И, безусловно, если переносить на наше время, так как мы с вами пытаемся это делать, то здесь нужно извлечь большой, колоссальный урок из того, что говорит Антигно Ишсоха. Это не одно, да, и причем желательно смотреть на перки, а вот не как на поучение в личном плане, это, в общем-то, распространенная ошибка, или, может быть, не ошибка, а колоссальная недоработка, что люди переносят на свою жизнь, переносят на личный план, вот как я буду служить, как я буду служить Всевышнему. Это правильно, да, но это только небольшая часть и небольшая крупица. Здесь речь идет обо всем, обо всем, обо всем народе. И Антигно Ишсоха призывает и наше поколение. Он говорит, да, безусловно, наше поколение находится в, наше поколение находится в трудном положении. И вместе с тем, что происходит положительного в нашей стране, происходит много отрицательных моментов, вместе с теми победами, которые будем надеяться, мы, как народ, одерживаем с вами. Есть и целый ряд и поражений, и отступлений назад. Есть очень, очень, очень обидные, обидные, досадные моменты, такие как договоры, договоры Осло, на отдача Синая, отступление из территории Гуш-Гатив, многие люди начинают терять веру. В том плане, что они отступают от идеи, идеи то, что мы живем в эпоху возвращения, мы живем в эпоху завоевания земли Израиля. И они говорят, что да, ну, раз такое тяжелое положение, мы вернемся психологически, мы вернемся в Галут, в изгнание. И, ну, вот из знания, мы оставим вот эту идею, эти молитвы о возрождении народа, мы как бы потихонечку вернемся в Галуте Знание. И это разговор о том же Саун, да, это неумение служить Всевышнему по любви, да, продолжать высокое дело, которое, безусловно, является главным служением Всевышнему возвращения в землю, собирания рассеянных, построения государства, да, неумение продолжать это дело, когда происходит какое-то отступление, и неумение просто продолжать, и не просто продолжать, как человек, как люди, которые не ожидают награды, а просто делают то, что они должны делать, да. Здесь я остановлюсь, и, пожалуйста, я хочу, хотел бы послышать, услышать ваши вопросы, реакции, ваше мнение, пожалуйста. Вот в чате я смотрю шалом всем, большое спасибо Хаби, вот, а, пожалуйста, если кто-то хочет спросить, то, пожалуйста, не только спросить, добавить, возразить, тоже возможно. Рабзеев, здравствуйте. Добрый день. Извините. Я хотел спросить, нет ли дальше в Перке, а вот, каких-то указаний, советов, как все-таки взрастить в себе вот это вот чувство любви к Всевышнему? И еще вопрос насчет этой фразы, она немножко странная, ведь как раз рабы не служат за деньги, они служат просто потому, что их заставляют, а слуга — это именно человек, который нанимается работать за плату. Может быть, это намек на что-то? Здесь, наверное, если начать с конца, это проблема перевода, потому что в древнем языке нету различия между раб и человек, человек, который нанялся за плату работать, работает за плату, слуга. Может быть, иногда есть увед, высахир, но это скорее даже не… то есть далеко не всегда. Увед — это может быть и эвент или увед, это может быть и раб, это может быть слуга. Во-первых. Во-вторых, потом раб не всегда работал, скажем, совсем даром, бесплатно. И уж понятное дело, что даже раб получал самое элементарное содержание, и потом раб мог быть большим специалистом в чем-то и получать хорошую зарплату. Скажем, он мог обрабатывать драгоценные камни и получать от хозяина хорошую зарплату. Все это могло быть в самой разной ситуации. То есть мы представляем себе, когда мы слышим слово «раб», то мы представляем себе египетское рабство, строительство пирамид, перетаскивание камней, тяжелых камней за даром, под ударами бича. На самом деле, как бы понятие «раб», оно более сложное. И здесь скорее имеется в виду работник, слуга. Может быть, человек зависимый, но который работает, который может получать плату. Так что в этом плане, мне кажется, если это себе представлять, то текст не вызывает трудности. Как развивать себе подобное чувство? Понимаете, не все можно рекомендовать. Как бы не на все есть инструкции. Даже в армии, где это безумно важно, невозможно все описать. Что делать в таком-то случае, всегда остаются какие-то грани, где человек должен решать сам. Вопрос очень хороший. То, что вы говорите, нет ли каких-либо инструкций, инструкции, я не знаю, по-моему, вы не воспользуете этим словом, мне так легче просто, инструкции для того, чтобы воспитать в себе такое качество. Мне кажется, инструкций, я думаю, что нету. Может быть, написаны какие-то, может быть, написан целый ряд книг, в которых, может быть, и есть какие-то рекомендации, инструкции. Думаю, мне так представляется, что большинство из них, подавляющее большинство из них очень неудачны, эти книги, потому что инструкции в таком плане написать невозможно. Общая, как бы мне кажется, посылка здесь и правило, что человек должен быть развитым. Он должен быть, скажем, про Давида говорится в книге Шмуэль, им дается такое определение поэтическое ему среди его воинов, он называется «одинаэцни». Человек тонкий, утонченный и в то же время крепкий, как дуб. Крепкий, как дуб, воин, несломимый, который невозможно сломать, который, как крепкое дерево, и утонченный, да, то есть чем бы человек ни занимался даже военным делом, да, как бы Тора требует от него утонченности, чувствительности, да, развитости, понимания. Это, скажем, принципиальная ошибка на сегодняшний день, как, опять же, мне представляется, харидинного мира, который, как бы, отгородился от всего и погрузился только в Тору и только в галахический пласт Торы, на это направлено все изучение Торы, да, это не может создать человека, да, просто формальная галаха, постоянный разбор формальной галахи, уделение ему, то он две трети и больше времени, он не может создать человека развитого, тонкого, утонченного, чувствительного. Раф Кук, его постоянное, как бы, такое непостоянное наставление, его учение, да, что божественное, божественное проявление есть повсюду, где есть мораль, где есть человеческая мысль, включая, включая науку, включая творчество, везде есть божественное, везде есть божественное проявление и задача человека, как бы, найти вот этот пласт божественный во всем, что его окружает и развить его и развить его и развить его и приподнять, да. И поэтому, как бы, мне кажется, да, что человек должен быть развитым, иметь, возможно, и на основе, возможно, и на основе литературы, возможно, и на основе философии, то есть не обязательно брать, и даже не нужно брать все, как бы, как есть, да, но размышления, чтение литературы художественной и уж, как бы, может быть, здесь надо сказать, для Авдиль разделить изучение пророков подробное, да, это, конечно, развивает человека, делает его, учит его собереживать другому и обязательно учит его понятию любви, да, раскрывая для него понятие любви, да, если и в конечном итоге, да, если человек не вынимает то, что говорит, то, что говорят наши мудрецы, ага, баши, лот, лу, я бы давал, любовь, которая не зависит ни от чего, она просто есть любовь, она не зависит ни от чего материального. Если человек это не может понять, то что, ему невозможно это объяснить, да, для того, чтобы, для того, чтобы соотноситься с Торой и со всем нашим материалом, нужно быть человеком, только человек может понимать, да, поэтому и говорится в том же, вот куда мы с вами дойдем, что Дерри Хэритс Кадмал и Тура, да, моральный пласт, да, а я бы сказал, вообще просто общее развитие человека, оно предшествует, оно предшествует Торе. Здесь есть некоторый такой парадоксальный момент, что как бы только Тора может сформировать настоящую мораль и может сформировать настоящего человека. С другой стороны, если нету человека, он не может воспринять Тору, этот парадокс, он постоянно происходит, и здесь Всевышний помогает как-то из него выбраться, что раньше, курица или яйцо, здесь есть помощь Всевышнего, но нельзя оставлять, нельзя оставлять ни тот, ни другой пласт, да, общее развитие человека и изучение Торы, они не могут идти отдельно друг от друга. Не говоря уже о том, что в наше время, когда мы говорим об стремлении к объединению народу, как говорят религиозные люди, возвращение к тшуве всего народа, очень хорошо, это можно обсудить, там возвращение всего народа, традиции, религии, пожалуйста, можно обсудить, но это никогда не произойдет, пока мы не создадим, пока мы не создадим религиозную культуру, настоящую, и религиозную художественную литературу, и эта работа идет, безусловно, она есть, и без этого мы не сможем обратиться к своим собратьям, не то, чтобы возвратить их к тшуве, а просто начать с ними диалог какой-то, это совершенно невозможно, поэтому тот вопрос, который вы задали, он очень-очень, мне кажется, принципиальный, а есть ли дальше какое-то описание, как достичь этого свойства? Ответ нет, человек должен понять, о чем идет речь, и должен быть способен это выработать сам каким-то образом, и по моему скромному мнению, еще раз, все чтения книг, мусар, как нужно себя вести, и что так далее, и как нужно себя вести, как нужно развивать в себе то или иное свойство, и как нужно поститься, и как нужно соблюдать пост-молчание, когда человек не говорит там, как в монастырях буддистских, все это, на мой взгляд, совершенно бесполезно, бесполезно, только глубокая, глубокая работа, скажем, естественная, которую каждый человек ведет, познание, познание мира, соотношение с искусством, это может развить человека. Понимаете? Окей. Равзеев, Добрый вечер. Пожалуйста, да. Я всегда спотыкаюсь постоянно об эту Мишну и об учениках Антигноса, которые вдруг взяли и решили на себя взять ответственность, прервать всю преемственность всех поколений и отрицать всю преемственность. Я этого, я не понимаю этого. Как вы это понимаете? Это же были мудрецы поколений. Почему они это сделали? Я почему это спрашиваю? Потому что я считаю, что именно отсюда пошел корень всего-всего-всего, разрушения храма, и мы до сих пор пожинаем безусловно. Поэтому я хочу все это, пытаюсь разобраться. Очень, очень трудно, очень трудно мне здесь сказать, очень трудно, очень трудно представить, есть ли здесь то, что мы видим, скажем, то, что мы можем видеть и сегодня, что понятно, что понятно, скажем, что у иудаизма есть несколько особенностей. Есть несколько особенностей. Он особый. Он приводит, скажем, ставит человека по отношению к нееврейскому миру в какое-то положение, скажем, ну, может быть, особое, выделенное, так или иначе, хочет он того или нет. Есть масса ограничений. Суббота, когда не можешь пойти на вечеринку, подавляющие людей, которые соблюдают субботу, они не хотят никуда идти, для них суббота очень дорога. Ну, скажем, представим себе, не можешь пойти на вечеринку, не можешь включить, не можешь включить телевизор, посмотреть футбольный матч, ты соблюдаешь кашрут, значит, ты не можешь пойти с друзьями там в ресторан, куда они тебя приглашают. То есть, ты оказываешься в таком выданном положении это для того, чтобы, скажем, держать эти рамки, нужно очень быть преданным традиции, понимать, для чего ты это делаешь, да, давление общества продолжается постоянно, и мы видим, к чему, мы видим, к чему это приводит, давление окружающего общества, да, тем более, скажем, давление, когда ты видишь, да, когда ты видишь, иногда в период Галута, изгнания, как другие оказываются успешными, а ты оказываешься в каком-то таком изолированном положении, не только из-за тех заповедей, которые мы говорили, а из-за того, что ты придерживаешься представлений, которые другие не придерживаются, которые другие считают отсталыми, которые другие считают враждебными для них, да, ты видишь, что они успешны, человека тянет присоединиться к другим, да, присоединиться к другим, и мы видим, что эта тенденция, она существовала на протяжении поколений, да, и она существовала на протяжении поколений, и она существует и сегодня, причем, да, казалось бы, да, есть разные моменты, скажем, если мы представим себе христианский мир, то мы можем представить период Галута и знаний, евреев, европейских странах, то, к великому сожалению, мы можем ответить, что довольно большое число евреев, оно перешло, перешло в христианство, просто оставило, как бы, и присоединилось к, присоединилось к сильным, более успешным, да, вот, для того, чтобы пользоваться, пользоваться благами, или просто психологически так, так легче, это присоединилось к христианству. Есть другая тенденция, которая тоже проявилась в нашей истории, это когда, это когда еврей в силу своего характера, в силу своего воспитания, в силу того заряда души, который в нем есть, да, он не хочет присоединяться к чужой вере, объявлять себя принадлежащим чужой вере, исповедовать чужую веру, да, вот, но он хочет быть в обществе, обществе, которое его окружает, в обществе успешном, да, и мы здесь с вами можем представить себе, что это, это тенденция, как бы, стремление выйти из рамок общества менее успешного, не позволяющего, не позволяющего тебе продвигаться, делать карьеру, да, и присоединиться к обществу более, более успешному, она, причем не отказываясь, не отказываясь от своей принадлежности к народу, да, она сыграла очень такой, скажем, проявилась, начиная с середины девятнадцатого века, массовый отход евреев от соблюдения Торы, от соблюдения Торы, при том, что они позиционируют себя как евреи, они не говорят, что они там австрийцы, скажем, как Фрейд, если можно его привести в пример, там, скажем, да, как один из тысячи тысяч, да, он не говорит, что он австрийец, он еврей, он не говорит, что он христианин, но от религии он отошел и полностью присоединился к чужому обществу. Это то, что происходит с Садоком и Байтасом, да, очень трудно жить в положении неудачника, в положении зависимым, в положении человека, который отстаивает идеи, которые не приводят к успеху. Это также представление нееврейского мира, что идеи, они обязательно должны быть жизненными сегодня и приводить к успеху. Ты видишь, что твои идеи, твоя позиция, твоя религия не приводит к успеху. Ты начинаешь искать соприкосновение, возможность войти в другое общество, да, при этом есть разные варианты. И вот есть вариант, когда человек не отказывается от того, что он еврей, и он старается войти в другое общество. Это произошло с Садоком и Байтасом. Их секта, которую они создали, скажем, направление, если так позволительно сказать, направление в иудаизме, я думаю, что это скорее все-таки секта, которую они создали, она отличалась тем, она отличалась тем, что люди вели образ жизни, который был привычен для эллинизма. И мы знаем, мы с вами сегодня в раскопках второго храма у южной стены мы можем найти с вами остатки ипподрома, то есть был храм, был ипподром и стадион стадион для тренировки когенов, священников, которые, скажем, вели образ жизни близкий к эллинизму, да, вот, то есть человек ищет себя, ищет себя в обществе, иногда он не хочет оказываться от народа, иногда он не хочет отказываться от того, что он инстинктивно понимает, что там есть очень большой такой заряд духовный, но он ищет свои пути в обществе, это то, что произошло с Садоком и Байтасом, да, что, что было важно, то, что они сказали, что нет будущего мира, это не так важно, это не так важно, важно то, что, скажем, то есть это важно, безусловно, это принцип веры, что есть будущий мир, да, но вот если посмотреть, как бы, относительно всего, что произошло дальше, это не так важно, важно то, что они присоединились к образу к хеллинистическому образу жизни, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, в Иудее мы понимаем, что там были то, что мы по-русски называем огречившиеся, то есть люди, которые полностью ушли в чужую культуру, а были люди такие, как вот Садока и Байтуса, которые соблюдали законы Торы, но по-своему, в том плане, который позволял им присоединиться им к окружающему хеллинистическому миру. То, что можно представить себе, так я себе представляю, проникнуть в чужую голову иногда очень трудно. Но это то, что произошло. То, что произошло, это не только утверждение, что нет будущего мира. Здесь нужно представить себе, что в то же время жил, Эпикур, да, философ, который утверждал, что нету нету будущего мира. вот, и здесь, скажем, Цадуга и Байта смогли там, скажем, пойти за ним, допустим, да. Все это моменты внешние, да. Глубокий момент, то, что человек хочет быть в успешном в обществе, да. А вот еврею что-то не дает вот полностью выбросить просто и все, и присоединиться к другим. Значит, он ищет какой-то такой серединный, серединную половину путь, да. Вот. То, что они были великими мудрецами, учителями великого человека, да. Как правило, мы знаем с вами, что мудрецы не уходили из Торы, не уходили от своего народа, но, к сожалению, было немало случаев, когда и мудрецы уходили от своего народа и становились на сторону врага. Например, как мы вспомним с вами Ильиша Бенавуя, да. Ильиша Бенавуя, человек очень интересный, сам по себе, великий мудрец Торы, который, и мы понимаем, что это несколько позже, да, в времена раби Акива, да. Вот. Ильиша Бенавуя не только ушел от идей Торы, но он присоединился и к римлянам, он присоединился к врагу, присоединился к римлянам, да. Так что, здесь не только момент религиозный, но и момент такого плана, что, как в шутку говорят, человек – животное общественное. Естественно, он хочет быть в обществе, он хочет быть успешным. И здесь в жертву, к сожалению, приносятся вещи важные и принципиальные. Спасибо. Равзеев, добрый вечер. Добрый вечер, Матан, да. Хотел добавить, что можно упомянуть еще вот то, что, ну, и примеры отхода и так далее, Иосифа Флавия, правильно? Да, да. Вот, наверное, тоже очень похожий пример, правильно? Да. Очень похожий пример. Человек не перестает, не перестает быть евреем, даже, как можно представить себе, не перестает соблюдать закон Торы в какой-то степени хотя бы, да. И, тем не менее, он хочет быть успешным в обществе и становится на сторону врага. Мы можем вспомнить, мы можем вспомнить Фихтвангера, «Иудейские войны». Если кто-то помнит, как книга кончается у Фихтвангера, «Иудейские войны». Его сын... Помню. Помните, да? Не помню. Помню давно. Сын от нееврейской женщины Флавия. Он, естественно, он, естественно, как римлянин, он с римлянами, он бы и начальник, и вот он в Иудее, в то время, когда уже назрывают новые восстания, и он видит старика, который идет по обочине дороги и пронзает его копьем и продолжает ехать. А так оказался его отец. То есть, конец книги, что сын его сыну убивает своего отца. Ищут римского всадника, потому что он был римским всадником, это немалая пропажа. Вот с большим трудом находит его на обочине дороги. У меня вопрос такой большой. Во-первых, поздравляю с наступающим Днем Независимости завтра. Спасибо, очень существенно, да. Да, и в этой связи у меня такой вот вопрос непростой. как вы относитесь вот к предстоящей Аняксии Еша и Удавы Шамрон. Ваше мнение, прогноз? Значит, это все все вопросы как бы вопросы политические, очень важные. политические вопросы очень важные. Я не хотелось бы уходить в политику, постараемся повернуть это в какую-то сторону такую мировоззренческую все-таки. Да, как можно представить, да, я был совершенно удивлен той эйфорией, которая охватила израильтян и национально-религиозный лагерь и людей развитых, когда был оглашен план Трампа, план столетия, который предполагает аннексию, сам план предполагает на самом деле аннексию тока очень небольшой части территорий самих поселений, фактически, на самих поселений и поселения по плану Трампа, они остаются в арабском окружении, потому что все вокруг поселений отходит арабам, это фактически с теми или иными поправками, сейчас совершенно не обязательно обдаваться в подробности и план строился на том, что арабы откажутся и произойдет, тогда можно будет аннексировать территории и арабы откажутся и останутся ни с чем. Мне представляется, что это все таким детским садом с нашей стороны Трамп, наше правительство, левый лагерь, в какой-то степени национальный лагерь, могут играть свои игры, сколько угодно. Эти игры, они все нереальные, они не имеют никакого отношения к действительности. и поэтому, скажем, мы знаем, что был провозглашен план Трампа, потом оказалось, что нету карт даже, нету карт, где о какой государственности в оглашении рябанута идет речь. Мое личное мнение, что это все пустая трата времени, все это лишние разговоры, которые отвлекают нас. Я вижу единственный выход из создавшегося положения, также он, скажем, с точки зрения осуществима, неосуществима, я вижу единственный выход, это массовая Алия. В свое время, когда у Шамира, который не хотел ехать, как вы помните, на мадридские переговоры, его спрашивали, но вы не хотите договариваться с арабами, вы не хотите отдавать им территорию, а что дальше-то будет? Он говорит, мы привезем 10 миллионов евреев, это слова Шамира. Я не знаю, прав, он не прав, я не знаю его политику, но иногда бывают высказывания, которые они как бы просветляют голову, привези сюда 10 миллионов евреев, и все проблемы решатся с рябанутым, нерябанутым, с устойчивостью Израиля, с политикой, всем, чем хочешь. Кроме того, я как бы как религиозный человек, я верю, можно сказать, знаю, что с возвращением сюда евреев, любого толка, любого плана, любого характера, с возвращением сюда еврейских душ, по мере возвращения сюда еврейских душ, будет возвращаться божественное присутствие, будет возвращаться пророчество, а пророчество это не только то, что кто-то встанет и предскажет, что сейчас мы что-то сделаем, или что нам нужно что-то делать, или что завтра будет, пророчество это просветление мозгов, это другое видение мира, другое видение мира, видение его с духовной точки зрения. Поэтому мне кажется, что все эти игры, они ни к чему не приведут. Кроме того, скажем, религиозный человек, он должен был бы смотреть с какой-то религиозной точки зрения, и он должен был знать, что есть принципы Торы, Тору отменить нельзя, и на земле еврейской не может быть ни одной прочной устойчивой власти, ее здесь и не было, и только потому мы сюда и вернулись, потому что здесь не было никакой реальной прочной власти до Атаманской империи. Атаманская империя также не смогла развить эту землю, установить здесь прочную власть. И только поэтому мы сюда и смогли вернуться на эту землю. Это принцип Всевышнего, что здесь это наша заповедь не дать власти никакой чужой на этой земле, не потому что мы хотим там, не дай бог, всех поубивать или всех повыгонять. А закон должен быть, если не закон Торы, то по крайней мере в плане Торы должен быть на этой земле закон. Это наша задача в этом мире утверждать закон высоко моральный, основанный на Торе. И прежде всего на этой территории. Если мы не сможем его утверждать на этой территории, то как же мы сможем говорить об этом во всем мире. И поэтому мне кажется, что с точки зрения религиозного человека вообще разговор о том, чтобы дать здесь кому-то какую-то власть государственную, его можно приравнять к отрицанию принципов веры. А самое главное и самое сильное пророчество – это жизнь. Сама жизнь. И мы видим, что начиная с 67-го года идея отдать территорию и вернуть арабам, она возникла сразу же, чуть ли не на следующий день войны. И слава богу, до сих пор она не осуществилась. Как ни стараются создать палестинское государство, оно создано не было. Я вижу в этом только божественное провидение, которое и является для нас указанием, что не только нельзя делать шаги в плане, скажем там, аннексии части территории оставления ее, части ее оставления арабам. Об этом говорить нельзя. Об этом даже говорить нельзя. Слово – это великое дело. И об этом нельзя даже говорить. Что делает правительство, что делают другие люди и так далее. Место религиозного человека в любом месте на своей работе или в правительстве, оно не позволяет ему говорить о создании какого-то государства на этой территории. И мне кажется, в этом плане Нафтали Беннет, теперешний министр обороны, он может быть по крайней мере в какой-то степени примером, который утверждает, что народ не может оккупировать свою землю. Что народ не может оккупировать свою землю. На нескольких телевизионных передачах в Америке он доставал монету Хашманаев, рассказывал о царстве Хашманаев. И потом говорил, что мы вернулись на свою землю, мы не можем оккупировать. Мне кажется, мне представляется это в таком плане. И если мы, если мы хотим куда-то продвинуть Израиль и весь мир, я думаю, что самое главное, на что должны мы работать, это на, это на Алию, на приезд сюда сыновей Израиля. Как бы не хотелось приблизиться к строительству храма, как бы не хотелось сделать еще множество массы вещей, я думаю, что самый главный момент, который нас куда-то может продвинуть, это Алия, это массовый приезд сюда, массовый приезд сюда евреев. Естественно, что начинают говорить, что какие евреи, там такие вот есть, там американские евреи, они в основном левые и так далее, это вещь неуправляемая, скажем, да, так же, как Алия из Советского Союза. Она принесла массу положительного, и она принесла немало, немало отрицательного. Это любая Алия, любая Алия, с этим ничего не поделаешь, да, вот, и положительного в миллион раз больше, да, и мы видим, что какие бы люди сюда не приехали, да, с какими пустыми даже головами, часть из них небольшая, да, они рассыпались здесь по территории, они живут, и без этого не было бы возможно продолжение государства Израиль просто, да, без этой Алии, которая включает и людей, которые ничего не понимают, не было возможно продолжение государства Израиль, да, 20% на Голландах, 20% на территориях, 20% в армии в боевых частях, да, что у них делается в голове, я не знаю, государство живет, да, вот, я не говорю о положительной, духовной силе, технологической, культурной силе и силе в плане понимания Торы, то, что можно обсудить, да, тоже есть целый ряд голов, которые русских, которые работают в этом плане, да, вот, я не говорю об этом, я говорю как бы о слабой, о слабом звене, и слабое звено рассыпал здесь по территории, живет, да, вот, так что мне кажется, что и также Алия из Америки, какая бы она ни была, да, то, что я вижу вокруг себя, да, что американские евреи, которые приезжают, они очень национально настроены, очень, да, вот, и, скажем, да, это то, что я могу видеть вокруг себя, да, вот, да, вот, все, я остановился, пожалуйста, есть что-то еще, пожалуйста, кто-то что-то хочет сказать, но, но, нету звука, окей, макан, мы тебя не слышим, у тебя выключен микрофон, окей, ну, что мы, что мы с вами делаем, есть еще что-то, что хочется обсудить, или можно сделать какие-то, можно сделать какие-то шаги, я, на самом деле, в нашем обсуждении мы затронули целый ряд тем, которые я планировал затронуть в следующем разговоре, в следующей лекции, не лекции, а, скажем, в части лекции, вот, но если что есть, спросить, пожалуйста, если нет, то мы тогда двинемся дальше. Равзеев, сейчас слышно? Да, да. Хотел сказать спасибо большое, мне очень ценно было услышать вас, ваше рассуждение, спасибо. Вот, я не утверждаю, что оно сто процентов правильно, есть то сто процентная правда, и то, может быть, нет, она есть только у пророков, но я просто не вижу иначе, просто не вижу иначе, да, окей, да, теперь, что мы с вами делаем, если что-то хочется спросить, или можно сделать какие-то следующие шаги, да? Конечно, следующие шаги, Равзеев, просто интересная тема, следующая. Следующая тема. Значит, мы ее немножко, мы ее немножко затронули, и я постараюсь тогда просто развить ее, развить ее уже, да, скажем, хотел затронуть лекцию Равшерки, это не только его лекция, это его, это его позиция, да, скажем, и она основывается, ну, может быть, не надо так подробно возвращаться, как я планировал, давайте мы представимся так, что Равшерки на основе гемары, на основе броход, да, он доказывает, да, в скобках, замечу, что я работаю с ним в одной и той же Ишиве много лет, совершенно не собираюсь, как бы, равняться с ним, что упаси Бог, значит, я не дотягиваю до его пяток, какое-то время работал его под его началом, скажем, когда он возглавлял израильское отделение, я там работал на израильском отделении, самые приятные ощущения, человек удивительный, удивительных знаний, удивительных эрудиций подпадает, скажем, под ту теорию, которую я вам попытался высказать насчет общего развития человека, насчет общего развития, да, человек знает все наши источники наизусть, просто он цитирует, вот, и кроме памяти, безусловно, есть потрясающие аналитические способности, смелость, честность, да, он занимает совершенно не, скажем, необычную позицию, можем сказать, гораздо более острую, чем многие-многие его, многие его коллеги, да, и, скажем, да, вот, и то, что, то, что касается общих знаний, я тоже совершенно потрясен, он может цитировать и не наши источники, он может цитировать наизусть, у него есть интереснейший взгляд и относительно литературных произведений, я думал, как-то я полагал при себе, мне не было удобно его спросить, полагал, что он не совсем представляет себе развитие научной мысли, и тут в нескольких лекциях я вижу, что он прекрасно владеет этим материалом, он представляет себе и не только развитие философии, скажем, представляет себе развитие научной мысли, и в этом плане, скажем, как бы, да, это пример, пример человека, который безгранично преданного Тори, глубочайшим образом понимающего Тору, и тем не менее, вот, человека, которого есть общее развитие, общее развитие, которое, я думаю, что очень много дает его душе, я так полагаю, да, и очень сильно его развивает, да, это как бы мое введение отношения к человеку предельно уважительное, да, вот, и ни в коем случае я не собираюсь критиковать, не дай бог, а просто как бы хотелось быть какие-то моменты дополнить, может быть, и посмотреть несколько по другим углам, чем он дает в общей лекции, да, и так, возвращаясь к теме, да, Раф Шерки говорит о том, что мы находимся не только в начале периода освобождения, даже не находимся в начале периода освобождения, а мы находимся в такой продвинутой стадии освобождения, что, что это значит, как бы, что это обозначает, что это за этапы освобождения, здесь Раф Шерки секунду, да, вот, постараюсь поднять те заметки, которые я приготовил, сейчас попробуем, да, Раф Шерки отталкивается от трех имен, которые есть у народа Израиля, да, это Яков, Исраэль и Ишурун, да, вот, и объясняет их примерно так, скажем, стараюсь быть близким, близким к автору, если есть какие-то неточности, заранее приношу изменения, надеюсь, что нет, да, Яков от слова кривизна, да, Лааков, как бы, обойти, объехать, идти по кривому пути, по кривому пути, и Яков ссоциируется с словом кривизна, да, как Раф Шерки объясняет, определенная замкнутость, которая, определенная замкнутость, замкнутость в сфере такой личной, если можно сказать, религиозности, представлений о мире с такой более замкнутой личной или общинной позиции, и она соответствует, соответствует Галуту, говоря схематично, да, не, скажем, не обязательно, может быть, всегда и так, везде в Торе, но, говоря схематично, скажем, Яков соответствует вот такому Галутному, замкнутому, замкнутость представлению, скажем, и Раф Шерки соотносит это с религиозной идеей. Опять же, я говорю, что, то есть, чисто просто религиозная идея и ничего больше нужно здесь подчеркнуть, скажем, что религиозная идея в таком несколько ограниченном плане соблюдения личных заповедей, да, это Яков, это сыновья Израиля в Галуте, в изгнании, это, скажем, религиозная мысль в изгнании, да. Дальше есть следующий этап, это Исраиль, да, само по себе слово, Исраиль, имя, оно от прямота, как мы помним, и шар, здесь же слышится и сарита, да, барокса, здесь же слышится и борьба, да, и здесь же слышится и власть, сар, да, то есть, по утверждению Раф Шерки, это имя, скажем, соотносится со следующим этапом развития, с выходом из Галута, с выходом от, скажем, узких, узкорелигиозных представлений, которые концентрируются только на частных заповедей, имеющих отношение к личному человеку или к общине, да, да, и здесь имя Исраиль указывает на национальную идею, да, то есть власть, да, это не, не, не обязательно власть над другими народами, да, даже совершенно не власть над другими народами, это обретение собственной власти, обретение свободы, освобождение от чужой, от чужой власти, да, прямота в, прямота в противовес кривизне и замкнутости, да, прямота здесь, можно сказать, широта, работа на расширение, на расширение представлений и, естественно, постоянная борьба, постоянная борьба за, скажем, за свое, за свое есть, так можно сказать, место под солнцем, не только в физическом плане, но и в идеологическом плане, вот, это, это имя, которое соответствует этапу освобождения, о котором Шмуэль говорит в Гемаре, что нынешнее время, он имеет в виду время изгнания, то время, когда он живет, отличается от будущего времени, от времени Машиаха, как он, как он говорит Шмуэль, только одним, что не будет, не будет Шабуд Молхуёд, не будет чужой власти над нами, да, то есть, то есть, свобода, и это есть время, это есть время Машиаха, это есть время свободы, это есть будущее время, когда нету над нами, над нами чужой власти. Равширки подтверждает это также и из Гемары Брахот, как мудрецы видят время Машиаха, время освобождения, да, совершенно не обязательно соотносяясь с какой-то личностью, да, то есть, тут нужно представить себе, что, скажем, исправление мира, идея исправления мира, она связана с возвращением народа в землю Израиля, с возвращением его к духовным, духовным основам, развитие духовных основ, но она не связана с конкретным человеком, да, то есть, конкретный человек может быть, а конкретный человек его может и не быть, да, поэтому, скажем так же, в Талмуде и в пророках нету концентрации на определенной личности, а есть концентрации на процессе, здесь также мудрецы говорят о процессе, когда они говорят о времени Машиаха, они говорят о определенном этапе процесса разбития и освобождения, и мысли, как мы можем представить себе, что у человека, который живет в земле Израиля и в стране свободной, да, то у него и мысль, и религиозная мысль, она работает несколько, несколько иначе у человека, который борется, да, который не готов уступить свою свободу, у него и мысль работает несколько иначе, иначе он и на уровне мысли не захочет уступить свою свободу. Вот это Исраэль, да, и посылка в Гемаре, что единственное, что отличает время Машиаха, это свобода от народов мира. Когда происходит это освобождение от народов мира, Рав Шерки ссылается на Брахот, на Мишну, которая приводится и в Агаде, и там, где мудрецы цитируют, там, где мудрецы цитируют и пророка Иеремиягу, который говорит, что в будущем не будут вспоминать, не будут вспоминать исход из Египта, да, а будут говорить об освобождении всех стран, которые Всевышний произведет, и в том числе из, из всех, из страны Северной и из всех стран, да, об этом будут, об этом будут говорить в будущем и не будут вспоминать исход из Египта. Мудрецы, скажем, да, несколько корректируют это утверждение, там, Бензома, допустим, да, скажем, сейчас, чтобы не вдаваться в подробности, они говорят, не то, что не будут упоминать исход из Египта, а освобождение последнее из всех стран, оно станет основным, да, как бы основным свидетельствующим о божественном присутствии в мире, да, а освобождение из Египта станет второстепенным, то есть о нем будут вспоминать, здесь тоже будут вспоминать, но на втором плане. Равширки утверждает, что это тот самый момент, который мы переживаем, то есть собирание рассеянных, да, оно и есть наступление нового времени, не только наступление нового времени, оно само по себе есть новое время, которое приводит к освобождению или оно идет параллельно с освобождением, потому что как можно собирать рассеянных, если у тебя нету государства, значит, у тебя есть государство, у тебя есть освобождение, у тебя есть независимость от, независимость от народов, да, и, да, нужно обратить внимание на то чудо, которое происходит с нами. Равширки говорит, что и действительно, скажем, если брать весь народ целиком, то для многих израильтян день независимости, он гораздо более сильный праздник, чем Песох. Не знаю, хорошо это или плохо, но Равширки утверждает, что это факт и тем самым как бы подтверждает то, что говорят мудрецы в Гемаре, что в будущем будут вспоминать сначала о последнем освобождении, только потом вспоминать о выходе из Египта. И так это как бы второй, второй, можно сказать, пласт народа, можно сказать, пласт нашего развития, можно сказать, пласт истории, да, но в любом случае Иаков это одно, а Исраиль это несколько другое, да. Но здесь мы, здесь мы не останавливаемся, и Равширки не останавливается, да, и он делает еще один шаг и говорит, что есть еще одно имя, это Ешурун, да. Оно связано с, оно похоже на это же имя, на имя Исраиль, оно подчеркивает Ешар, и в нем слышится также и правитель, да. Вот давайте сначала посмотрим, где оно появляется в Торе, да, потом постараемся понять этот этап, да. Вейшмен ешурун, вейшмен ешурун вейв ад, да. В книге Дворим, в последних главах, где Маше предсказывает будущее сыновей Израиля, предупреждает, чтобы они не бунтовали против Всевышнего, говорится, и как бы растолстел Ешурун и начал брыкаться, начал легаться. Вот здесь понимается, представляется имя Ешурун, и мы видим, что оно относится к будущему, да. Дальше говорится также в этих главах, которые говорят, рассказывают о будущем, говорится, и будет у Ешуруна царь, да, когда соберутся главы народа вместе. Еще одно упоминание Ешурун, да. Вот. И есть упоминание еще Ешурун в Ешаягу в 44 главе, как мы с вами видим. Да. Теперь, не вдаваясь в большие подробности, мы можем, как представить с вами так, что Ешурун, да, Раф Шерке говорит об еще более общем плане, чем имя Ешурун, да. Если Исраэль, то это план национальный, то Ешурун — это тот план, тот план развития мысли, который выходит за уже рамки народа и связан с влиянием на на весь мир, да. То есть мы представляем себе, что задача еврейского народа — это повлиять на, повлиять на весь мир. Раф Шерке утверждает, что мы вступили в этот этап, да, когда мы должны оказать влияние на весь мир. Но здесь, опять же, сам Раф Шерке говорит, что с таким утверждением, то есть не то, что с таким утверждением, а на этом этапе, когда от нас требуется влияние на весь мир, есть, возникает целый ряд проблем, которые мы видим вокруг нас, да, для того, чтобы влиять на весь мир, нужно иметь что сказать миру, да. А мы как-то не знаем и не хотим сказать миру простые, простые вещи, да. У нас нету то, что называется амира, адженды, высказывания, да, заявления. У нас, к сожалению, этого нету. Это должно было бы произойти после 67-го года, как Раф Шерке утверждает, что после 67-го года весь мир ожидал от нас, что мы скажем, что у нас есть что сказать всему миру, да. А у нас не нашлось ничего сказать всему миру, кроме того, как возьмите эти земли обратно, возьмите храмовую гору обратно, у нас ничего не нашлось сказать всему миру. И тем не менее, мы ступили в этот этап влияния на весь мир, когда он, когда нам так или иначе придется соотноситься и соотноситься со всем миром, да, и так или иначе прямым или костным миром, прямым или костным образом оказывать влияние на весь мир. То, что мы с вами как бы несколько раз упоминали, понимаешь, что распространение божественного мира, божественного присутствия в мире – это момент очень тяжелый для всех, и особенно для всех народов. Поэтому, скажем, да, выход на вот этот этап, Ишурун, когда Израиль оказывает или, по крайней мере, должен оказать влияние на весь мир, и это мир ощущает, он вызывает большое сопротивление во всем, большое сопротивление во всем мире. Естественно, люди не понимают, что они вступают в борьбу со Всевышним, фактически, да, это происходит, это происходит на подсогнательном уровне. Есть целый ряд интересных замечаний еще в лекции вот Раф Шерки, да, но это как бы вот три. Далее, то есть важное утверждение, которому подводит Раф Шерки, что мы не только, скажем, как бы переходим из этапа в этап, да, у нас в обществе сохраняются старые этапы, у нас есть в обществе те, кто замкнут на религиозные идеи в ее таком ограниченном плане, то есть в каком-то смысле не то, что он находится в Галуте, он полагает, что он находится в Галуте, пытается продолжать ту же самую идею религиозную в ее несколько ограниченном, замкнутом виде, пытается ее продолжать, да. Есть Израиль, есть группа, которая мыслит в национальном плане, мыслит в плане, мыслит в плане, скажем, освоения земли, защиты земли, построения общества в Израиле, есть группа, которая мыслит таким планом, да, вот в таком плане и она есть сегодня, эти группы существуют параллельно, как мы можем себе представить, но есть группа, которая можно отнести к Ишурун, да, и здесь скорее к этой группе, которая мыслит по утверждению Рафширки, да, такими глобальными понятиями мировой культуры, представление Израиля как мировой силы, да, это мир в основном нерелигиозный в Израиле, да, вот это как бы такой расклад, да, и идея Рафширки, как бы его перспектива очень позитивная в том плане, что эти группы должны, эти группы должны объединиться и каждый, и каждый, преследуя как бы свои цели, должен понять, должен понять другого, это должен, в смысле это понимание должно произойти, да, и вот на этом этапе у меня есть несколько, несколько таких, то, что на иврите называется истагует, да, вот, не то, что, не то, что возражений, но такие, да, проявления некоторой такой осторожности, да, по поводу высказанного, да, мне представляется, да, что хорошо бы, если бы это было так, да, прежде всего, если бы можно было, если бы эти группы могли вступить в диалог, настоящий диалог, да, в настоящее время в Израиле отсутствует, отсутствует диалог, да, причина отсутствия диалога, на мой взгляд, да, что те, то, что обрисовал Рафширки, очень интересно и, безусловно, правильно, да, к сожалению, да, скажем, представители этих групп, они часто не обладают, не обладают искренностью, да, скажем, да, то есть идеи, которые выдвигаются, они выдвигаются по инерции ради поддержания существования этих групп, совершенно не превращаясь в идеологию, не превращаясь в какое-либо стремление и так далее, да, вот диалога, диалога нету, к сожалению, да, ни на радио, ни на телевидении, ни в общественных местах, да, потому что нету искренности, нету искреннего желания, искреннего желания договориться, да, если бы можно было ускроить дискуссию уважительную, да, например, о позиции, о позиции Торы, о галахическом аспекте службы в армии, да, если бы религиозный мир мог принять бы в этом, в этом участие, в таком диалоге, высказать свою позицию, высказать галахические, галахические положения, которые за этим стоят, можно было бы попробовать их и провернуть, они бы могли не принять это опровержение, но был бы диалог, тогда можно было бы говорить о каком-то объединении этих трех пластов, которые образовались в нашем обществе и которые, как бы, отражают этапы нашего развития, как бы такая окаменевшая эволюция, да, или, скажем, зарисовка эволюции, которая не произошла, а которая происходит, и все этапы представлены ее и сегодня в жизни. Если бы эти группы, у них была, скажем, у их руководителей было элементарное желание к объединению, начался бы диалог, диалог отсутствует, да, диалог отсутствует полностью, вот, невозможно никого вызвать на общественный диспут, обсудить, особенно, скажем, ту, та линия, которая представлена, скажем, Яковом, да, и Шуруном, невозможно с ними вести, вести диалог абсолютно, да, так что, мне кажется, что для того, чтобы, скажем, идея Рафшерки сработала, прежде всего, должен был бы начаться диалог, это бы свидетельство бы об искренности, да, искреннем желании объединиться, продвинуться, решить все проблемы, признать то, что ты решаешь часть проблемы, предоставить другим, решать другие проблемы, содействовать или смотреть со стороны, пожалуйста, но не находиться в ображдебном, в ображдебном состоянии, да, вот, я тут для себя, как бы, скажем, для себя, для вас отметил несколько моментов, да, вот, если я это сейчас найду, да, вот, да, несколько моментов, которые, вот, можно, хотелось бы дополнить к этой лекции, к этой позиции Рафшерки, да, вот, если говорить о том, что, если говорить о том, что мы вступили в период независимости, да, очень бы хотелось, я готов признать это, но стоит подставить вопрос, а является ли государство Израиль на настоящий, на настоящий момент независимым, действительно, мы добились той независимости, о которой говорил Шмуэль, что отсутствует порабощение, отсутствует порабощение народами мира, да, вот, является ли государство Израиль свободным, да, я не говорю о полной свободе независимости, которой нет ни у одной страны сегодня в мире, я говорю о политической тенденции, да, так как политическая тенденция в Израиле сегодня, это действие из страха, а не из, а не из идеологии, да, была в Израиле эта тенденция, как бы, действие не из страха, а из идеологических принципов, как, например, Голдемир, как вы помните, когда ее спросили, а что вы готовы дать арабским странам в обмен на мир, она ответила, мир, это политика не из страха, а из принципа, да, вот, или, скажем, в разговоре с римским папой после шестидневной войны он упрекнул Голдемир в том, что Израиль применил, применил силу, что того же самого можно было добиться каким-то политическим путем, Голдемир не стал ему объяснять, что нас напали и так далее, ему сказал только одно, но ведь это же наше, причем здесь силой мы забрали, это наше, да, это независимость в голове и в политике, да, когда политика Израиля свелась к действиям исключительно из, исключительно из страха, да, у меня возникает вопрос, вошли ли мы в то время, о котором говорил Шмуэль, что мы независимы от других государств, да, для того, чтобы, скажем, да, еще одно замечание, да, для того, чтобы начать диалог, да, я бы призвал религиозный мир всех планов осознать, да, что от плененного младенца ты не можешь требовать исполнения заповедей, да, ты можешь, да, это закон Торы, если человек не воспитывался в религиозной семье, ты не можешь потребовать от него соблюдать заповеди, да, что от него можно потребовать на правленности, на создание справедливого общества и крепкого государства, это, скажем, то, что могло бы нас объединить, наше желание вернуть всех к чуве, к раскаянию в плане, чтобы люди начали соблюдать свободу и надевать филин, я думаю, что оно дает, не позволяет нам объединить все вот эти три группы, об объединении которых говорит Раф Шерки, да, вот, ну, и тут моменты, о которых мы говорили, стремление построить справедливое общество, я думаю, что это то, что должно было бы объединить все группы, да, вот, и главной задачей, это, которую мы должны ставить перед собой, это собирание рассеянных, оно, вот, оно бы изменило все. Есть еще несколько, скажем, замечаний, я очень надеюсь, что я был понятен, да, несмотря на желание в сжатое время втиснуть очень, уложить очень много информации, да, если есть какие-то вопросы, скажем, ну, вот, у нас пару минут, может быть, есть, одна-два минуты в это позднее время, пожалуйста, я готов пытаться ответить. Если можно, я хотел просто, как бы... Принести на следующий раз вопросы. Не-не-не-не, наоборот, сказать такую штуку, что при глубочайшем уважении к лектору, окей, и дальше следуют еще эпитеты, я сильно не согласен с политическими, как бы, выводами. Может быть, не требую, не требую, согласен. Не-не-не, я совершенно, как бы, не то, что не готов, но совершенно неправильно сейчас начинать. Мне кажется, когда даже делают ЭКЭШ, да, сравнивают ситуацию, сравнивают, переводить Голду Мейер, например, ситуацию современного Израиля. Это вещи удобные, но неправомощные. Мы живем в другом мире. Например, одна простая вещь, отношение израильского общества, гибели конкретных солдат, вообще солдат, совершенно по-другому, как это воспринималось тогда. Поэтому мне кажется, что, скажем, то, что сделал в свое время Эрцель, который сумел, наверное, вопреки и в соответствии, не совсем не в русле того, что говорили, скажем, религиозные деятели, тем не менее, он облег, да, вот, как бы, вековые чаяния, в некоторую политическую доктрину смог это сделать. Бен Гурион, который пошел на то, чтобы согласиться на Халуката Арес, да, вот, мне кажется, что просто так отбрасывать это и говорить, что, скажем, это все не так, надо быть сто процентов, как бы, в своей правоте, надо быть в этом. Я, как бы, для достижения цели, я не уверен, что это правильно. Я действительно за Беннета, все это правильно, но я, грубо говоря, не согласен на сто процентов. Теоретически, да, практически это не так. Это мое мнение, окей? Окей, я не буду возражать, кроме того, не являюсь специалистом. Единственное, единственное, что могу сказать, что хотелось бы, скажем, видеть это в некоторой тенденции, в некоторой тенденции в проявлении в будущем, представляется, что без этого невозможно влияние на мир. Если не все понято, все принято, что есть реальный мир и так далее, в плане тенденции хотелось бы это видеть таким образом. Окей, все замечание принято полностью, сто процентов. Ты говоришь, призыв, 10 миллионов. Но, смотри, мы же не можем, Халилы, брать людей в товарные вагоны и привозить. У нас же это свободное передвижение. Мы должны это государство сделать таким, чтобы, как ты говоришь, люди совершенно разные, не похожи на нас, либералы, которые у себя в Америке ходят на гей-парады. Мы хотим, чтобы они все сюда приехали, понимаешь? Поэтому для того, чтобы сделать эту страну привлекательной для всех, понимаешь, чтобы они сюда приехали, это огромная работа. А если ждать, когда они все 10 миллионов сюда приедут, ну ты меня прости, я не знаю, когда это произойдет. Я не верю, чтобы американское еврейство просто сюда. Да, приезжают очень много. Очень много приезжает. Но это же не миллионы. Поэтому это огромная работа. И не факт, что на наших глазах это вообще осуществится, понимаешь? Полностью согласен. Я не имел в виду, что они завтра приедут. Вот я имел в виду, что есть проблема, есть проблема основная, центральная, да, и не стоит ее как бы пытаться завалировать. Только это имел в виду. Сто процентов. Сто процентов. Я думаю, что Трамп... В вагоны не собирался никого грузить. Да, нет, это я там сказал. Да, да, слыхай, я там сказал. Мне кажется, что Трамп... Нет, все очень хорошо, все хорошо. Мне кажется, что Трамп и вообще вот эпоха Трампа – это уникальное время. Это уникальное время, которое мы обязаны использовать для того, чтобы продвинуть хотя бы на сколько-то вперед наши основные позиции. Понимаешь, рибунут, то есть распространение, как это по-русски, властвование Израиля над основной частью Дауша Мрот – это потрясающая вещь. Это показать всему миру, что это наше, реально, реально. Я живу в Малой Адумим. Ты живешь в Гуши Ционе. Мы вообще не часть Израиля. Реально, по сегодняшнему закону, мы не часть Израиля. Откан. Раф Зеев, я тоже с Латаном полностью согласен. Ура! Это, как вы говорили, надо судить по большому счету. По большому счету это есть продвижение. Мы не продвигаемся. Я не буду спорить. Раф Зеев совершенно прав. Раф Зеев совершенно прав, что цели должны быть определены стопроцентно. Действительно, это земля наша. Все совершенно мы, мы все подписываемся под этим, стопроцентно. Окей, но тактика есть тактика. Я надеюсь, только надеюсь. Я, скажем, полностью согласен. Это не в порядке спора. Нет у меня ни доказательств. Нет, конечно, стопроцентно. Я согласен, что люди должны быть реальными. Но я думаю, что у нас на реальные ходы, как у китайцев, которые за тысячу лет там продвигаются куда-то, у нас не осталось на это времени. И обстоятельства нас заставят двинуться. Но опять же, я не могу доказать. А так полностью я согласен, что делать шаги нужно реальные. Смотри, у нас же есть практически пример. Его все время приводят. Ткума, партия, которая придерживалась принципиально правильных позиций. Они завалили Шамира. Завалив Шамира, они дали возможность осуществиться Ословским соглашением. Но это реальность. Понимаешь? Все. Я не буду больше как бы... Нет, 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 нет. Разговор очень интересный. Просто дело в том, что время позднее. И опять же сто раз хочу сказать, что не настаиваю на абсолютной правильности. Абсолютно. Готов обсуждать и отступать от каких-то выданных позиций. Высказал то, что мне представляется правильным на данный момент. Сто процентов. Хорошо. Окей. Хорошо. Ладно. Все. Мне было очень интересно. Большое спасибо всем за живое участие. И всего самого-самого доброго. Спасибо. Окей. Всем спасибо за участие. Спасибо большое. Хак Санээк. Хак Санээк. Спасибо за поздравления. Сегодня еще трагический вечер. Мы все внутри как бы этих трагических рассказов и все такое. Но прямо завтра одно перейдет в другое. Дикая трагедия перейдет в совершенно необузданное веселье, которое сейчас, к сожалению, обузданно, потому что мы не можем выходить из дома. Например, у нас каждый год традиционная встреча людей, которые были в Москве отказники, мы встречаемся в парке. Вот. А теперь мы будем выпивать в зуме. Ты говоришь? Через зум. А мы помним, как в прошлом году все было. Как было веселье здорово. В замечательное, замечательное. Я хотел камеру просто поставить, но не решился. Сейчас, когда была церемония памяти погибших, как в большинстве или во всех церемониях государственных, кончается пением государственного гимна. А он такой, что невозможно не встать и вообще начать как-то сильно чувствовать. Так вот, у нас на балконах, на балконах, я видел, народ вышли на балконы, да, и они стали петь. Петь вообще атику, это потрясающее было зрелище. Простые люди, не советские, но совершенно простые люди. Хорошо. Окей. Буду рад, если я не прав. И ебеседа. На этом не держимся. Хорошо. Все самое. Спасибо огромное. Пока. Спасибо.